Конечно, эти богатства полностью не останутся в золоте, какая-то часть перейдет и в биткоин. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Думаю, вы знаете, кто такой Барри Силберт. Это американский предприниматель, инвестор, а также создатель и глава Digital Currency Group. Я уже несколько раз упоминал его в своих видеороликах. Именно он в некоторых подкастах еще в 2017-2018 годах рассказывал о том, что именно творится за кулисами падающего рынка. Вот цитата из одного его подкаста. Вы знаете множество комментаторов, которые говорят, что биткоин умер, что пузыри лопнули, но за кулисами этот корабль несется на полных парусах. Недавно этот, безусловно, уважаемый человек был приглашен в качестве гостя и эксперта на телеканал Bloomberg, где он рассказал, почему сегодняшний рост биткоина резко отличается от опыта 2017 года, а также о том, как много институционалов входят на рынок, даже в обход запретов регулирующих органов. Давайте послушаем. Чем рост биткоина обусловлен на этот раз? Это финансовые институты заходят на рынок, потому что этот рост очень похож на тот, что был год назад, правда, потом он прекратился. Как вы думаете, что происходит на самом деле? Обновит ли биткоин максимумы, или это просто очередные волны роста и падения в крипте? Вероятно, последнее. Это выдает настроение рынка, а также технические индикаторы выглядят сейчас просто великолепно. Я имею в виду, что спад цен на 80% происходил 3-4 раза за всю историю, и каждый раз, когда это происходило, цена снова достигала своих рекордных максимумов. Так что, как только вы видите растущую цену, ваши животные инстинкты активируются. Но есть большая разница между этим ростом цены сегодня по сравнению с пузырем в 2017 году. Характеры этих подъемов очень сильно отличаются. На данный момент у нас есть попечители, торговое программное обеспечение, программное обеспечение для бизнеса и так далее. Также многие люди на сегодняшний день более образованы об этом активе. Поэтому на этот раз все по-другому. И это очень забавно, потому что перед этим мы видели массовую распродажу. Возможно, из-за недоверия ко всему криптовалютному пространству. Да, ICO в частности. Именно. Как вы думаете, эти проблемы все еще не решены? Я думаю, что 2018 год был поворотным для рынка ICO. Многие ICO, несмотря на всю ответственность, просто ушли. Оставшиеся были вынуждены распродавать собранные биткоины, чтобы остаться на плаву. Я хочу сказать, что настроение на рынке сейчас фантастическое. Мы просто запустили большую рекламную кампанию прямо перед тем, как цена начала расти. Поэтому фактически мы тоже повлияли на этот рост. Мы можем показать несколько кадров из вашей рекламной кампании. Она действительно основана на том, что вы пытаетесь заставить людей видеть в биткоине цифровое золото, а также конвертировать реальное золото в цифровое. Как вы думаете, что должно быть в рекламе, чтобы изменить точку зрения окружающих? Реклама действительно должна провоцировать. Я уверен, вы получили немалое количество негативных твитов от инвесторов в золото. Эта реклама собрала уже более миллиона просмотров, и только сегодня она начала появляться на телевидении. Я бы хотел подчеркнуть, что смена поколений заключается в том, как инвесторы начинают думать о золоте. Знаете, я родился уже после того, как золотой стандарт перестал расти во время войны. И для молодого поколения, в котором я вырос, деньги являются по большей части цифровыми. Думаю, что любой человек сейчас имеет телефон, благодаря которому он может получить доступ к различным классам активов. На данный момент мы имеем приблизительно 68 триллионов долларов богатства, которое будет передано от старшего поколения поколениям X, Y и миллениалов в течение следующих 25 лет. Конечно, эти богатства полностью не останутся в золоте, какая-то часть перейдет и в биткоин. Но все, что находится в золоте, безусловно, будет диверсифицировано во что-то другое. Но вы знаете, проблема заключается в том, что я всегда могу открыть свой сейф и посмотреть на свое золото. Я имею в виду физическую природу вещей. По крайней мере, для людей определенного поколения это создает небольшую проблему. Определенно так. Мы также считаем, что у золота есть история и культурное значение, но ему не хватает удобства использования. Биткоин, как финансовая железная дорога, как способ перемещения денег по всему миру, имеет большой потенциал быть невероятно ценным в финансовой системе с точки зрения внутренней стоимости. А золото, которое используется в ювелирном деле, в электронике и так далее, упало на 30% за последние 9 лет. Так что мы живем в то время, в котором продажи смартфонов и компьютеров растут. Но это единственная реальная польза, которая фактически снижается. Дело в том, что чем дороже золото, тем оно менее полезно, потому что люди заменяют его чем-то более дешевым. Поэтому остается только продавать золото центральным банкам. В основном, если вы покупаете золото, вы делаете ставку на то, что центральный банк когда-то выкупит его у вас. Хорошо, но давайте вернемся к изменениям в инфраструктуре с 2017 года. Вы говорите, что появилось больше программного обеспечения, больше платформ для хранения. Поэтому институциональным инвесторам намного легче сейчас войти в криптовалюту. Но можете ли вы дать любые цифры или какие-то точные данные, которые подтверждают это? Инвесторы Grayscale, менеджеры Bitcoin Trust, сокращенно GBTC, заявили, что в первом квартале этого года практически 70% поступивших денег на рынок были от институциональных инвесторов. И что интересно, более 90% из них вошли только в наш биткоин фонд. А у нас их аж целых 10. Так что на данный момент мы действительно имеем спрос со стороны институционалов. И это только спрос на биткоин. Если мы рассмотрим розничную торговлю, то мы увидим, что количество хедж-фондов от частных лиц и семейных офисов выросло еще в первом квартале. Когда мы представили вас, мы сказали, что у вас есть более 45 компаний, которые также заинтересованы в криптовалюте. И возможно биткоин не является основной их целью. Когда речь заходит о криптовалютах, какой вы видите экосистему? В конце концов, победителем останется только биткоин или целый ряд криптовалют. Я думаю, для каждой сферы использования останется свой конкретный победитель. Конечно, на рынке всегда будут существовать другие криптовалюты, которые будут использовать в особых случаях. Но мне кажется, что цифровым золотом будет биткоин. Я думаю, что конфиденциальность тоже будет очень важна и выживут такие криптовалюты, как Zcash и Horizon. Также будут использоваться и смарт-контракты, поэтому выживут валюты типа эфириума классика. Но я не думаю, что будет сотня победителей. Будет горсть победителей. Вы сказали, что большая часть денег идет в фонд биткоина. Но вы также говорили о 10 других криптовалютах, таких как Stellar, Lumens, XRP и Horizon. Не думаете ли вы, что распространение всех этих монет, о которых вы говорили, а также и рост количества ICO, помогло лопнуть пузырь в 2017 году? На рынок поступило так много различных монет, и он буквально был завален ими. Не думаете ли вы, что все эти криптовалюты внесли свой вклад в падение рынка? В общем-то, существует тысячи криптовалют. Если говорить о наших продуктах, 9 из них находятся в топ-15, а 10 является большим фондом капиталовложений, который позволяет вам инвестировать в пятерку лучших криптовалют. Я думаю, что бум ICO привнес много капитала в пространство, привлек много внимания, но я также думаю, что это, вероятно, имело некоторые негативные последствия. Это невероятно захватывающая индустрия, которая внедряет инновации и экспериментирует. В конце концов, я думаю, что рынок стал более дисциплинированным и, конечно же, более информационным. Но ведь многие люди надеялись на то, что ETF будет запущен или какой-то индекс, в котором они могли бы поучаствовать, но регуляторы не дают этому осуществиться. Как много, по вашему мнению, институциональных инвесторов заходит на рынок, несмотря на ограничения регулирующих органов? Grayscale, например, фактически является бенефициаром с единственным публично котируемым биткоин-фондом. На прошлой неделе он торговал более 100 миллионами долларов в день, а активы под его управлением выросли до полутора миллиардов. Так что я думаю, вы знаете, что регуляторы публично заявили, что они думают, что ETF будет, в конце концов, утвержден. И мы, конечно, ожидаем, что Grayscale Bitcoin Trust будет первым или одним из первых, кто запустит утвержденные биткоин-ETF. Вот такое интересное интервью от уважаемого человека на известном телеканале. Очень радует, что медиа начали так активничать насчет криптовалюты, хотя и заставляет задуматься. В любом случае, пишите в комментариях то, что вы думаете по поводу услышанного. Подписывайтесь на канал, на телеграм, все ссылки будут в описании. И, как обычно, зарабатывайте и богатейте. До скорого!